Ребятки, всем привет! Сегодня у нас на обзоре кроссовки от американского бренда Альтра. Кроссовки называются Альтра Торин Айкью. Как вы понимаете, по слову Айкью это просто необычные кроссовки. В лучших традициях все как я люблю. Стоит очень дорого, купил за очень дешево. Поехали! Вот такая прикольная коробка, ну необычная в любом случае. Смотрим! Субтитры сделал DimaTorzok Ну и что, давайте будем разбираться. Кроссовки у меня новые, но модель 2017 года, плюс-минус год я точно вам не скажу. К самому бренду, очень молодой бренд. Его как бы начало, начало зарождаться в 90-х, конца 90-х. Два друга в школе, любили бегать. Ну вот вы знаете, это обычная история. Необычная носовая часть, специфика, минимальный перепад с носка на пятку. И все в таком роде пришлось заложить, насколько я понимаю, дом родителей, чтобы начать производство кроссовок. И вот бренду 12 лет. Ценники очень, ну на мой взгляд, неконкурентоспособные. 140-150 долларов. Эта же модель, в частности, стоит вообще 200 или 220 долларов. Как вы видите, из вот этого всего, модель соединяется при помощи датчика, который находится в средней части стопы. Там датчик и батарейка вы еще увидите. При помощи программы Altra IQ Fit, которая устанавливается на телефон, вы получаете всю информацию. Ну, каденс я не буду рассказывать. Кто хочет, Google забьет, поймет, на какую часть стопы происходит приземление. На пятку, на носок или на среднюю часть стопы. Скорость соприкосновения по форме носка, то, что форма такая. И причем форму он делал, если я не ошибаюсь, то ли в микроволновке, то ли в тостере. Ну, короче, прикольная тема. Не сжимается стопа в носочной части, как типа в обычных кроссовках. Хотя, вот когда я перешел с Adidas, к примеру, на Asics, разница была ощутима. Но, не забывайте, вот таких брендов, как New Balance, ну и других американских брендов, подразделения по градации, по полноте. То есть, на стандарт, чуть шире, чуть уже, еще шире. И за счет этого можно также контролировать вот эту часть. Я хочу сказать, поддержка этой модели прекращена. То есть, не идет развитие программы. Программу даже вообще с трудом я нашел, но об этом попозже. Сами же кроссовки. Вот так вот они выглядят. Я их купил за 45 долларов, что считаю очень хорошим ценником. Плюс доставка почтой ком. За 14 дней 1400 рублей килограмм вышел. Ну вот и сама коробка в килограммы где-то была. Вот сразу же отсюда вытекает. Я когда делал видео про посредника этого, то многие не поняли всю суть. Наверное, вообще нужно понимать, что можно и что выгодно купить именно в Америке. А что выгодно купить в Европе или в России. За 45 долларов с системой IQ, с датчиком внутри, с батарейкой. Вы не купите в России. Вы не купите в Европе. Вы можете купить только вот как в Америке. И позже, конечно, ребята, я вас еще познакомлю с одним посредником. В данный момент я провожу его тестирование. Ссылки я оставлю на почтой ком. И там промокод на скидку, на первый заказ. Короче, все это есть. Но если хотите, можете подождать еще одного посредника. Я вот сейчас жду от него посылку. Если все будет хорошо, я смогу его посоветовать и рассказать. Там будет подешевле по доставке. Но об этом всем попозже. Кстати, тут у нас идет брошюрка. Здесь все расписано. Давайте посмотрим. А, ну и вот за что я люблю подобные брошюры. Вот, расписываются все модели. Для чего они нужны. Ну, это круто. Кроссовки. Ну вот, посмотрите, форма носочной части необычная. Если сопоставить с моими Adidas, то разница сразу же очевидна. Вот и сама технология. Фудшейп. Ну, вот такая вот технология. Усилена носочная часть. Сразу же хочу отметить. Кроссовки, на мой взгляд, довольно-таки легенькие. Неплохие. По весу мне все нравится. Но при этом, конечно же, здесь есть куча светоотражателей. Вообще, со всех сторон просто красотища неимоверная светится. И там, и тут все это круто. Но при этом, хочу заметить, сетка как бы сверху, а изнутри непонятный, жесткий какой-то черствый. Вот такой вот подклад. Вот он виднеется. И он очень слабо вентилируется. С одной стороны, я вот все, которые кроссовки технологичные были, с какими-то датчиками, что Nike, вот эти самые зашнуровывающие, что Adidas со сменной амортизационной системой. В основном все версии сделаны из какого-то более такого непромокаемого, невентилируемого верха. Ну, чтобы, видимо, не затопить ваш датчик. Отсюда и проблемы со стиркой и так далее. Датчик есть датчик. Попала влага, заржавела и до свидания датчик. Поэтому подклад такой своеобразный, какой-то черствый. На мой взгляд, ну, какой-то такой недочет. Сразу же, что виден, асимметричная шнуровка, как на какой-то футбольной обуви шнурки. Прикольные, коротенькие, при этом тянутся. Пришит язычок вот в этой части, видите, а здесь на резинке. Ну, необычно, нестандартно. Пятка тоже необычная. Здесь как-то в ширину уходит. Не так, да, а вот так вот. Но при этом здесь мягко, а здесь дико твердо. A-Bound. Это боковая поддержка. Эва пена. Пена хорошая. Мне нравится. Средней жесткости, даже ближе к мягкой. По высоте, ну, примерно где-то полтора сантиметра, может быть, даже ближе к двум. Нулевой перепад с носка на пятку. Типа за естественное, так сказать, движение, естественный бег, естественная постановка стопы. По резине. Резина, ну, такая стандартная. Минимальные вставки. Вот эти уже вставки без резины. Не люблю, когда так делают. Ну, что поделать. Видимо, борьба за вес, хотя 5-10 грамм сэкономили. Ну, как бы, не знаю. Делается модель в Китае. Стандартная бирка с минимумом информации. Стелька с минималистичной боковой поддержкой по всему периметру. Видите, да? Сразу же и стелька такая же. И получается, это орфолайто подобное. Ну, вспененный там полиуретан. Отсек под датчик. Здесь, опять же, мягкий материал. И вот он, отсек под датчик. Спрятан под левый и правый кроссовок. И там, и там. Вы знаете, что есть датчики, которые можно поставить, да? Ну, шнурки там. И так же спрятать. Ну, допустим, как пример, у меня кроссовки, да? Грязные, капец, конечно. Но это песочницы и дети. Вот, видите? Там нету датчика. То есть, это как доп. опция. Капец, все, конечно, в песке. Надо все мыть. Это как доп. опция. У Adidas идет датчик там полторы, две тысячи, три тысячи рублей. Но доп. опция только в одном кроссовке. А тут в обоих кроссовках. Берем отвертку. Поворачиваем. Такой отсек, как вот у меня на Adidas. Кстати, стояла батарейка Panasonic там. Так, я поставил икеевскую новенькую. И там, вот видите, датчик. И он уходит вот вниз и вверх. Самим отсеком под датчик советую быть предельно осторожным. Модель немножко маломерит. Длина стельки 27 сантиметров. При US 9. Ну и вот вид сверху. Конечно, своеобразно выглядят. Необычно. Очень сильно напомнили Reebok CrossFit. Они как раз были сделаны в носочной части. Что-то подобного типа. Я уже об этом говорил на распаковке. Разницу, да, чувствую между обычными кроссовками, где приподнята пятка. И вот где нулевой перепад. Я такое чувствую, что у меня как бы от пятка, ну, ниже даже, чем носочная часть. И получается, я как будто назад чуть-чуть падаю. Своеобразное ощущение. Чувствую носочную часть. По размеру просто идеально. Хотя мой размер обычно US 8, 8,5. Здесь девятка. Но они маломерят, как я сказал. Даже больше, чем мне нужно по ширине вот в этой части. Чуть-чуть свободного места есть. Абсолютно комфортно. Амортизация. Я бы не сказал, какая-то суперская. Сама нога в нейтральном положении. Чуть-чуть боковая поддержка. И она ощущается. Но, говорю, своеобразные ощущения от кроссовок. Такие специфичные. Давайте глянем, что за программа. Нажму на запись экрана. Альтра IQ Fit. Не помню, говорил. Нет, скачать ее через Google можно только. Через поиск. Так не скачаете. Программа работает через Bluetooth. Соединение с кроссовками. И через GPS, если нужен подсчет километража. Расстояние. Так, ну если первое будет включение, тогда у вас будет калибровка происходить. Там калибруют в течение минуты. У меня здесь откалибровано. Давайте посмотрим. Так, здесь, ну как обычно, знаете, вот эти. Трекеры, программы. Вся информация выводится. Вот, собственно, время, километраж. Там, на какую часть стопы, видите, в процентном соотношении. Каденс. Короче, много всякой информации. Прикольно. Так. Здесь опять же куча настроек. Тут всякие, опять же, навороты. Здесь показывает. Так. Так, он что-то соединился с правым. Так. Так. Гулконтакт. Ну давайте. Это что он мне тут показал? Я уже не помню, как работает программа. А, ну и все, наверное, пошло. Ну-ка, давайте. Я сейчас буду вот так вот, наверное. Так. Ну, каденс не хочет считать. Наверное, это не канает. Все-таки GPS не дает. Ну-ка, давайте. Раз, два. Ну, кстати, датчик не суперски отрабатывает в кроссовке. Когда я вот стою на пятку, да, он показывает, что все равно я на средней части стопы. Как-то, ну, блин, надо не имитировать бег, а реально бежать, наверное. Ну-ка, давайте. Ну вот. Не заставляй меня сильно напрягаться, пожалуйста. Да ты посмотри. Во. Во, я сымитировал бег. Почти сымитировал. А ну-ка. Пятки. Пятки. Ну-ка, показывает пятки. Ну, надо бежать. Ладно. Нормальный вариант. Ну, и все, собственно. Жмем паузу, там, если мы где-то остановились. Жмем стоп. 40 метров я пробежал. Ну, что-то маловато. Ну, и тут вот остальные все параметры. Время. Ну, и что говорить. Вот. Вот в процентном соотношении. Преимущественно, средняя часть стопы. Мне, как мне показалось, датчик не суперски отрабатывают. Вот эти пятка, носок. Но, в остальном, я думаю, все будет ништяк. Ну, такая вот программка. И по самим кроссовкам. Носочная часть не занижена. Это меня радует. Здесь хороший обхват в этой части. Пятка тоже, в принципе, хорошо зафиксирована. Носочная часть сгибается довольно-таки легко. Никаких проблем нет. За 200 баксов, за 220 баксов я бы в жизни не купил, конечно же, эти кроссовки. За 45, я считаю, ну, на мой взгляд, это довольно-таки такой подарочек неплохой. По внешнему виду, ну, как я и сказал, на любителя. Но стоит попробовать. В России альтры нет. Пытались продавать на Вальдберрис. Но что-то не пошло. Поэтому только вот за рубежом. В дальнейшем я вам буду делать подборки, что можно в Америке покупать будет. Через кого лучше покупать. И буду подборки делать. Если это будет востребовано, будет часто. На этом все. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok